Теремок ТВ Миксер Мася, ну почему опять посудомойка? Потому что впереди весь день, и нам всем нужно зарядиться энергией. Но я не люблю заряжаться в посудомойке. Можем пойти в микроволновку или в чайник. Ой, нет! Я вообще в кухонных приборах не люблю заряжаться. На кухне неинтересно. А где тебе интересно? Компьютеры! Мася, можно я в компьютере посаряжаюсь? Там энергия вкуснее. Питание должно быть не только вкусным, но и полезным. Люди ведь не едят одни конфеты. Как известно, люди питаются едой, а фиксики – энергии приборов. Люди едят разную еду. Так же и фиксики. Им нужна энергия разных приборов. Если фиксик заряжается в автомобиле, то становится более быстрым. Если в компьютере, то более умным. А если в часах, то более точным. Поэтому фиксики стараются не сидеть на одном месте. Например, в телевизоре. А все время перемещаются из прибора в прибор. Доброе утро, Дим Димыч. Эх. А чем вздыхаешь? Вот на завтрак лупья с молоком. Мама говорит, что молоко полезное. А я его не люблю. Ага, Молик, попался. Ну-ка, марш заряжаться. Не пойду. Борь, Дим Димыч тоже завтракать не хочет. Почему? Молоко не любит. Не любит. Просто он не умеет его пить. Вот что у нас есть. Что? Что? Миксер. Миксер – это кухонный прибор, который смешивает разные продукты. С его помощью можно приготовить крем или соус, или омлет. Но самое вкусное, что может сделать миксер – это молочный коктейль. Для этого в молоко добавляют мороженое, сироп, соки, фрукты. Кто что хочет. Потом миксер все это быстро-быстро перекручивает, перемешивает, перебалтывает. И получается коктейль. Итак, что у нас есть для коктейля? Малиновое варенье. Подойдет? Подойдет. А клубничное годится? Тут есть банан. Я нашел шоколадку. А я мороженое. Заводи миксер. Если весь день впереди, Ихо, Если весь день впереди, Клубки старелку клади, Ихо, Клубки старелку клади, Клубки старелку клади, Ихо, Ихо, Хлопьев старелку клади, Не достает пустяка, Ихо, Не достает пустяка, Просто добавь молока, Ихо, 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 Просто добавь молока, Прикольная штука этот миксер. А что если сделать коктейль сразу, Из всего? А попробуй. Ой, А где молоко? Ого, Ты целую бутылку выпил, А говорил, Что молоко не любишь. Я просто не умел его пить. Зимка, Что тут у вас произошло? И куда делся Нолик? Тсс, Сейчас покажу. Нолик, Вот ты где! Ты же говорил, Что не любишь заряжаться в кухонных приборах. Миксеры люблю, Потому что миксер смешивает полезное и вкусное. Деталька. Ничего не понимаю. Только что работал. Привет, Дим Димыч. Зимка, Нолик, Тут у меня... Играть даже не предлагай. Мы заняты. Чем же это? А нас сегодня оставили за старших. Даже в помогатор доверили. А папус и Мася ушли в гости к соседским фиксикам. Папус когда-то работал с ними на космодроме. С детства папус мечтал полететь в космос. В ракетах ведь тоже нужны фиксики. Он даже устроился на работу в Центр подготовки космонавтов. Там папус следил за исправностью центрифуги. Это такая очень быстрая карусель, на которой тренирует космонавтов. Папус на ней тоже тренировался. К сожалению, в тот день, когда люди полетели в космос, у папуса был выходной. И ракета улетела без него. С тех пор папус терпеть не может выходные. А еще он мечтает починить что-нибудь похожее на центрифугу. Например, стиральную машину. Но она, как назло, все никак не ломается. Значит, сегодня вы все чините? Ну да. Тогда радуйтесь. У меня машинка не ездит. Ура, есть работа. Нолик по машинам. Так, и что же тут сломалось? Погоди. Вот, деталька сгорела. Закоптилась-то как? Где бы взять такую же только чистую? Чистую? Ах, Нолик, ты гений. Точно такая же деталька есть в посудомойке. Бежим. Интересно, а как эти детальки между собой соединяются? С помощью этой штуки, которая называется печатная плата. Делается плата так. Сначала на нее наносят тонкий слой металла. Потом на этом металле намечают или печатают дорожки. После этого лишний металл смывают специальным циническим раствором. А металлические дорожки, которые остаются на плате, используют вместо проводков, чтобы соединять детали между собой. Остается только припаять к дорожкам детали в нужных местах. Кащи! Тыдыщ! Дим Дим Димыч, рысь! Ура! Поехала! Дим Димыч, я запускаю посудомойку. У тебя в помните грязной посуды нет? Нет! Тормози! Чего тормози? Маму тормози! Мы же детальку из посудомойки взяли! Мам! Погоди! Не запускай! У меня тут... Тут... У меня тут грязный стакан! Нолик, за мной! Там в телевизоре такая же деталь есть! Теперь посудомойку! Еле успели! Мы деталь из телевизора в гостиной вытащили! Как? Из телевизора? Там сейчас мамин сериал начнется! А-а-а-а! Тих! Телевизор! Работает! А где детальку взяли? В компьютере твоего папы! Всем привет! Я дома! Привет! Ужинать будешь? Позже! Надо срочно на компьютере поработать! Симка! Бежим! Где еще такая же деталька есть? Стоп! Хватит бегать! Вот! Забирайте отсюда! Дальше мы вставили детальку в компьютер и он снова заработал! Да вы и начудили! Запомните, мастера! Никогда не чините один прибор за счет другого! Понятно! Понятно! А детальку надо было взять в плодовке в старом радио! Папус! Но оно же не будет работать! Оно сто лет как не работает! Мы с Вася оттуда уже половину деталей вытащили! Электрочайник Четыре! Владимир Владимирович еще разок! Давай, давай, еще чуточку! Пять! Не считается, не считается! Надо до подбородка! Ох, все! Больше не могу! Слабак! Сам ты, Нолик, слабак! Просто я проволодался! Поэтому сила уменьшилась! Ты рак желудка! Вы, люди эти, вы отличаетесь от нас! Фиксиков! Некоторые думают, что фиксики питаются объедками со стола людей! Или еще хуже! Воруют еду из холодильника! Это клевета! А проще говоря, бронье! Фиксикам вообще не нужна человеческая еда! Вы спросите, откуда же они берут жизненную энергию? Все очень просто! Вся жизнь фиксиков связана с приборами! Фиксики не только живут в приборах, но и ухаживают за ними, продлевают им жизнь! А приборы, в свою очередь, делятся с фиксиками частью своей энергии! Вот как! Фиксики помогают приборам, а приборы фиксикам! В науке это называется симбиоз! И никаких обетков! Мы же не тараканы! Мы фиксики! Неужели ты такой большой? Или можешь себе еду приготовить? Я-то могу! Только мне плиту включать не разрешают! А без плиты никак? Точно! У нас же есть овсянка! Вот! Любишь кашу? Скажешь тоже! Но родители говорят, что она силы прибавляет! Класс! А как ее готовить? Надо! Просто залить хлопья кипятком! А чайник меня включать можно! Стой! Проверь воду! Если в чайнике нет воды, он может сгореть! Вода есть! Тогда включай! В чайнике есть электрический нагреватель, спрятанный под его дном! Если включить нагреватель, он постепенно доведет воду до кипения! От кипящей воды начинает валить пар, который разогревает специальную металлическую пластину! Пластина от этого выгибается и нажимает на выключатель! Выходит, что чайник отключается тогда, когда чувствует, что вода вскипела! А зачем три тарелки? Мы с Симкой есть не будем! Это не вам, а папе с мамой! Сыпь сюда! Нет, сначала сюда! А я говорю сюда! А я говорю сначала ко мне! Ой, Нолик, ты где? Сейчас я его найду! Симка! Она была здесь! Нолик! А он здесь! Симка! Здесь! Нолик! Здесь! Ой! Ой, а где твой ботинок? А он в каше! Заблудился! Это, наверное, твои родители! Бежим! Эй! А как же ботинок? Ничего! У меня запасной есть! Дим Димыч, привет! Мы пришли, сейчас тебя покормим! Это я вас сейчас покормлю! Чайник уже вскипел! Мойте руки! Дим Димыч, не трогай без меня чайник! Обожжешься кипятком! Значит, сегодня у нас на ужин овсянка! А ничего другого нет? Зачем другое? Вы же сами говорили, что каша полезна, одни силы прибавляются! Ну да, говорили! Теперь приходится за свои слова отвечать! Вкусно? Очень! Ой, что это? А, ботинок нашелся! Что? Ничего, ничего! Кушайте, кушайте, не отвлекайтесь! Когда я ем, я глух и нем! А кто не доест кашу, останется без конфет! Духовка Внимание! Смертельный номер! Нолик, стой! Я не Нолик, я акробат! Упадешь? Не упаду! Угу, как же! Вечно ты вляпываешься во всякие истории! А я потом должна тебя вытаскивать! Ой-ой-ой, падаю! Держись! Я пошутил! Молик, ты балбес! Ой! А-а-а! Синка! Шпуля! Мы здесь! Хе-хе-хе! Ну и кто из нас вляпался? Ничего смешного! Вам помочь! Без тебя обойдемся, да ж пуля? Как хотите, тогда я побежал Надо вылезать Это мама Дим Димыча! Объяснится! Привет, Дим Димыч! Нолик, ты вовремя! Садись, прокачу! Где мы? В духовке! Тут красиво и не жарко! Прелесть! Это пока не жарко! Духовка только начала греться! Духовка – это шкафчик с подогревом Здесь бывает такая жара, что можно легко и жариться Собственно, для этого духовка и нужна В ней запекают мясо и готовят пироги Одни духовки нагреваются горячим газом, другие – электричеством В них специальный электрический нагреватель Раскаляется сам и нагревает все вокруг Будьте осторожны! Горячая духовка может больно обжечь! Фух, жарковато становится! Надо скорее забираться! Симка, мы сейчас зажаримся! Да! И будет пирог с фиксиками! Я не хочу! Но я хочу! Держись крепче! Бежим! Осторожно! Упадешь! Ты, Дим Димыч, как симка! Она тоже так говорила! И сама же упала! Прямо в тесто! Весь из-за шпурей! Ха-ха! Мамин пирог, что ли? Ага! Наверное, до сих пор вылезти не могут! Дим Димыч, пирог готов! Не хочешь попробовать? Где же они? Может, они превратились в винтики? И сейчас там, в пироге! Давай искать! Ты что делаешь? Ешь нормально! Аккуратней! Супы не сломай! Первой плитой в древних жилищах была просто яма с костром. Пища готовилась на углях. Потом яму сменила печь. Печи стояли в каждом доме. Каменные, глиняные, чугунные. В печах жгли дрова или уголь. На этом тепле можно было сварить суп или испечь пирог. В девятнадцатом веке изобрели газовую плиту. Она, конечно, намного удобнее дровяной печи. Секунда, и газ уже горит. Несколько минут, и вода уже кипит. Однако, пользоваться газом небезопасно. Если трубы неисправны, газ может взорваться. Другое дело, электрические плиты или духовки. В них нет открытого огня, но жарят, варят и пекут они отлично. Дим Димыч, ты не лопнешь. Такой вкусный пирог, оторваться не могу. Жуй, Дим Димыч. Я больше не могу. А что это вы здесь делаете? Как что? Вас спасаем. Так вы не в пироге? Зачем же я тогда его съел? Почти весь. Наверное, потому что ты хороший друг. Ага. Хороший друг с очень хорошим аппетитом. Посудомоечная машина Не догонишь, не догонишь. Ой! Все веселитесь. Никаких забот. Да у нас забот. Побольше ваших. Хе, оно и видно. Спорим? Мы ваши дела делаем, а вы наши. Кто не сделает, тот выполняет желание. У нас посудомоечная машина не работает, а вы со своими глупостями. Погоди. Спорим. Поломку найдете? Легко. А где? Хе, теперь вы взрослые. Вот и ищите. Только аккуратно. А вы дети в школу. И ведите себя хорошо. Знать бы еще пройду посудомойку что-нибудь. Главное в посудомоечной машине это разбрызгиватель, похожий на пропеллер. Когда насос закачивает воду, она нагревается и смешивается с моющим средством. Под ее сильным напором пропеллер начинает крутиться с такой скоростью, что вода хлещет из отверстий и смывает с тарелок и чашек всю грязь. Да так аккуратно, что посуда остается не только чистой, но еще и целой. Это родительское собрание? Нет, это эксперимент. Сегодня я Симка. Хе-хе, я Нолик. Итак, кто готов сказать, что мы изучали вчера? Симка. Вчера? Ой. Забыла. Садись, два. Угу. Думаю, поломка в управлении. А может, вода закончилась? Не спой со старшей. Опа. Все в порядке. Тут тоже. Давай сами посуду вымыем. Но это же не честно. Никто не узнает. Зато посуда чистая, а мы победители. А у нас все готово. А почему индикаторы не горят? Наше дело чинить. А вы что сделали? А вы-то сами в школе были? Конечно. Я, то есть ты, двойку получила. Ну, спасибо. А с Дим Димычем играли? Мы с людьми не общаемся. Дим Димыч наш друг. Так что, или играете, или вы тоже проиграли. Да-да. Второй раунд. Первая посуда появилась примерно семь тысяч лет назад. Первобытные люди делали ее из камня или дерева. Удобной емкостью для пищи служили плетеные корзины, обмазанные изнутри глиной для прочности. Однажды одна из таких корзин попала в костер, и чудо! Дерево сгорело, а глина, наоборот, стала твердой, как камень. Так была изобретена глиняная или керамическая посуда, которой пользуются до сих пор. Потом появилась стеклянная, металлическая, чугунная посуда. Знатным людям подавали еду на серебряных или золотых блюдах. Да и сейчас посуда – это не только удобство, но еще украшение любого дома. Все, бесполезно. Пошли сдаваться. Синька, а почему эта кнопка кривая? Она залипла! Нолик, ты нашел поломку! Не зря я с ним мучился. Трищ! Раз. Пап, пуски, мы все почини. Трищ! Трищ! Вы с Дим Димычем? Думали, что мы сдадимся? Ха! Пять! И кто теперь победил? Я иду искать. Предлагаю ничью. И всем по желанию. Хотим? Исправь мою двойку. Вы доиграйте с Дим Димычем. Забросай! Микроволновка Итак, дети, сегодня мы познакомимся с устройством микроволновой печи, с помощью которой люди разогревают разные продукты. Ого! А мы здесь случайно сами не разогреемся? И об этом вы узнаете, если, конечно, будете внимательно слушать. Понял. Слушай внимательно. Да слушай. Слушай. Конечно, как и человеческие дети, маленькие фиксики ходят в школу. Но многие нужные знания они получают от родителей. Взрослые фиксики водят своих детей на экскурсии по разным приборам и рассказывают о том, как за ними ухаживать. Фиксики папы предпочитают показывать детям компьютеры или телевизоры. Зато мамы лучше разбираются во всякой кухонной технике. Иногда бывает так, что в доме появляются новые приборы, с которыми фиксики никогда раньше не сталкивались. И тогда они всей семьей изучают инструкции к этим приборам. Те инструкции, которые люди печатают для себя, но сами их обычно не читают. А теперь пройдем к магнетрону, который излучает микроволны. А продукты поглощают эти микроволны и от этого нагреваются. Верно. А теперь внимательно все посмотрели налево. Ура! Свобода! О, Дим Димыч, может пойдем мультики посмотрим? Не могу. Мне надо делать уроки. Ну так делай скорее. Да я почему-то, когда уроки надо делать, всегда есть захотеваю. Так доешь быстрее! Не-е-е. Чем быстрее я поем, тем быстрее придется за уроки садиться. М-м-м, уже остыло. Надо разогреть. Так, минуты хватит. Это не просто провода. Они нужны для того, чтобы... Матя, что происходит? Случилась перегрузка. Микроволновка может сгореть. Так бежим отсюда скорее. Что значит бежим? Надо, надо спасать прибор. У-о-о! Ой! Там же Синка спасет! Синька! Помогай! Ой, что с микроволновкой? Она испортилась? Да какая-то разница! Главное, чтобы Симка с Васей не испортились! Тут никого нет? Конечно нет! Мы были за стенкой! У нас там сейчас такое было! Вот оно что! Дим Димыч, ты зачем вилку в микроволновку засунул? А что, разве нельзя? Запомни! Никогда не ставь в микроволновку металлическую посуду! Не клади вилки и ложки! От этого микроволновка может сгореть! И никакие фиксики ее уже не починят! Даже металлическая каемочка на тарелке может привести к неприятностям! Ну еще, в микроволновке нельзя греть пищу в запаянных упаковках и закупоренных бутылках! Да и не вздумай печь там куриные яйца! Они просто взорвутся! Но я же всего этого не знал! Нолик, а ты куда смотрел? Почему Дим Димыча не предупредил? А я... я... Аааа... Ты же у нас прогульщик! И сам ничего не знаешь! Нолик, ты куда? Я же с тобой разговариваю! Куда-куда? Изучать, как работает микроволновка! Да и я пойду уроки делать! Но сначала будешь долго-долго есть, да? Нет, я вообще есть не буду! Только поиграю полчасика на компьютере и все! Холодильник Ну все! С уроками покончено! Теперь ты, Лура! Ух! Ай! Ай! Ха! Теперь ты, Вода! Ой! Симка, помоги! Я прилип! Ну-ка, не двигайся! Какой ты ипучик! Симка, мы же меня тут не бросим! Не бросим! Но боюсь, Нолик! Ты влип надолго! Дим Димыч, помоги! Что случилось? Вот эта белая куча схватила Нолика и не отпускает! Ой! Это же моя жвач... Ээээ... Жевательная резинка! Вот спасибо, Дим Димыч! И как же мы будем меня от нее отлеплять? А, я знаю! Ее надо заморозить! Я однажды сел на жвачку, а мама мои штаны положила в морозилку! Жвачка замерзла и легко отлепилась! Не хочу в морозилку! Не волнуйся, Нолик! Я буду с тобой! Держитесь! Это ненадолго! Хм... Зачем еще держаться? Жвачка сама меня держит! Симка, а почему в морозилке так холодно, если снаружи тепло? Сейчас объясню! В холодильнике есть насос, который гоняет специальную жидкость по замкнутой трубке! Часть трубки находится внутри холодильника! В ней жидкость превращается в пар и забирает тепло! Эта часть трубки охлаждается! А та часть трубки, которая осталась снаружи холодильника, наоборот, нагревается! Это потому что в ней пар снова превращается в жидкость и отдаёт тепло, которое забрало изнутри! Вот так! Эх, сейчас бы тут сюда, где тепло! Все! Я пошла за теплыми вещами! А как-то я! Жди меня здесь! Дим Димыч, открой! Мася, у нас есть теплая одежда? Зачем она тебе? Надо! Так, признавайся, что случилось! Ура! Дим Димыч, сито! Откруйте! Ну вот, теперь я здесь навсегда замёрзну! Жизнь Фиксика полна всяких опасностей! В тёмной морозилке Фиксик может сбиться с пути и замёрзнуть! Стоит Фиксику зазеваться, и вот он уже тонет в стиральной машине или в посудомойке! Неосторожный Фиксик всегда рискует получить удар токов! А если в приборе случится короткое замыкание и начнётся пожар, тут уж только ноги уноси, чтобы не пропасть! А люди! Ведь им вообще дела нет до Фиксиков! Любой человек может уронить что-нибудь на Фиксика, наступить на него или прищемить дверью! Вовремя не увернёшься и... Словом, Фиксики! Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя, Фиксики! Ничего не понимаю! Он же был здесь! Бедный Нолик! Где же теперь его искать? Мася, смотри! Следы! Нолик! Ты жив! Да чего ж ты меня напугал? Как ты оттуда выбрался? Ты же сама мне рассказала, как работает холодильник! Я нашёл холодную трубку и полз-полз по ней, пока она не стала горячей! От тебя дым идёт! Тебя нужно срочно охладить! Охладить! Что? Где? Ха-ха! А-а-а! Никакую холодильник! Что? Я пошутила! Во, как замёрзла! Зубы сломаешь! Ты что, её опять жевать будешь? Нет, конечно! На ней же Нолик сидел! А нечему было лепить её, куда попал! Ладно, не обижайся! Пойду в ведро выброшу! Смотри, не промахнись! Термос Что же с ним делать? С чем, Дим Димыч? Ой, вы тут? Да с мороженым! Как? Что? Съемь! Нельзя! Дим Димыч, ты не заболел? Хе-хе, нет! Просто это подарок маме! Сегодня же 8 марта! Тогда его надо? Подарить! Мы с папой договорились вместе маму поздравлять! А папа что будет дарить? Не знаю! Но пока он придёт, мороженое растает! Так есть же холодильник! А если мама туда заглянет? И найдёт! И сюрприза не будет! Эх, где же его спрятать? Я знаю где! В кабинете твоего папы! Ну и где здесь мороженое хранить? Холодильника тут нет! А ты загляни вон в ту коробку! Здесь термос! Только зачем он есть? В термосе горячее хранят! Мороженое в нём точно растает! Не растает! Термос! Это две бутылки, вложенные одна в другую! Между бутылками пустота! И в этом главный секрет термоса! Дело в том, что пустота не пропускает тепло! Если внутри термоса горячий чай, то пустота не даёт теплу из чая уходить наружу! А если там холодное мороженое, то пустота защищает его от нагрева! Термос сохраняет горячее горячим, а холодное холодным! Всё! Пойду чуток поиграю! И спасибо не сказал, да, Нолик? Ты где, Нолик? Я здесь! Где? В термосе! Как ты там оказался? Хотел посмотреть! Где эта пустота? Ты только ничего там не трогай! И не вздумай вязать языком в фольгу! Язык на морозе к холодному металлу примерзает! Не поняла! Уже прилип! Попробуй облепиться! Получается! А если на фольгу подышать? Нет! Ладно, жди! Я за Дима Димычу! Зимой весело! Новый год! Подарки, слишки, коньки, санки! Но мороз штука серьёзная! С ним шутки плохи! Главное тепло одеваться! Прикрывать голову шапкой, а шею шарфом! Тогда и насморка не будет, и горло не заболит! А чтобы на руках не было цыпок, надевайте варежки! И не бегайте на морозе в мокрых ботинках! Эдак точно заболеете! Да, вот ещё что! Пожалуйста, не делайте на морозе всякие глупости! Не нужно глотать снег или лизать железные ограды и ручки! Язык может так примерзнуть к железке, что ничем не оторвёшь! Пусть зима приносит вам только радость! Дим Димыч, там Нолик пример! Где? В термосе! Бежим! Потом объясню! Пап, ты уже вернулся? Угу Пап, зачем ты мой подарок берёшь? Какой ещё твой подарок? Ну, этот! С какой стати он твой? Эй, мужчины! Что это вы там делаете? Уже ничего! Я тут сюрприз тебе приготовил! Поздравляю с 8 марта! Термос! Как здорово! Спасибо! А что там внутри? Не знаю! А там подарок от меня! Эскимо! Моё любимое! Как оно туда попало? Спасибо вам, мои дорогие! Ну, ты, Нолик, меня напугал! Хорошо ещё, что ты придумал в винтик превратиться! Угу! Язык болит! Ага! Говорить-то можешь! Могу! Ку, ну и хорошо! Давай, побежали! А то нам ещё Масю с 8 марта надо поздравить! Исю! Угу! Сковородка! Йо-хоу! Хуже, штаб! Легко! А так? Иии! Ух ты! Так я даже на коньках смогу! Да я на коньках! 10 раз прыгну! А я 100! И с закрытыми глазами! Покажи! А катка нет! Будет! Что будет? Каток! Где? В сковородке! Готовьте коньки, спорщики! Фиксики обожают спорт! Фиксики папы любят тяжёлую атлетику! А фиксики мамы предпочитают гимнастику! Дети устраивают чемпионаты по полётам на фикси-бордах или состязаются в паркуре! Это когда нужно бегать, прыгать и перепрыгивать через любые препятствия! Такие соревнования обычно хороши внутри сложных приборов! Там же устраивают и спортивное ориентирование! При помощи карты проходят заковыристый маршрут! И не просто так, а через определённые точки! Ну, а самая любимая забава фиксиков – прятки! В этом с ними никто не сравнится! Не верите? Хе-хе! Оп-ля! Каток готов! Ну, кто первый? Давай, Нолик! Опрыгивать кто будет? Ого! Класс! Да? Это всё? Нет, не всё! Нолик! 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 Не получится! Разбон маленький! А-а-а! А-а-а! Ха-ха-ха! Хе-хе! Я больше не могу! У меня травма! Ну-ну! Всё понятно, Хвостун! А теперь ты, Симка! Смотрите и учитесь, мальчишки! Ого! Нолик! Без вариантов! Как всегда, мне помешало, а сама сейчас выиграет! А ты очень хочешь победить! Ага! Видишь, Соль? Ты хочешь ей насосить? Немножко! Если лёд посолить, он растает! Симка! Ты обещала кататься с закрытыми глазами! Пожалуйста! Что? Что? Слабо? Вот ещё! Три-три-три-три-три! Не прыгнешь! Ну, давай всё сначала! Только по-честному! Ой, а тут на сковородке царапина! Что? Только не это! На сковороде жарят всё подряд! Мясо, рыбу, овощи! Чтобы еда не пригорала, современные сковородки делают с антипригарным покрытием! Например, с сифоном! На них можно готовить даже без масла! И мыть легко! Но обращаться с такой посудой надо аккуратно! Не стоит пользоваться металлическими лопатками или дилками! Ведь готовить на сковородке с царапинами нельзя! Это вредно для здоровья! Да, сковородка испорчена! Всё из-за вашего спора! Всё из-за того, что кто-то жульничал! Мама! Симка, помоги, пожалуйста! Я любое желание выполню! Три! Пять! Пять? Ладно, помогу! Если вы подпрыгнете на одной ноге сто раз! Да хоть двести! Дим Димыч, сейчас будем печь блинчики! Тыдыщ! Ммм, блины чудесные! Отличная сковородка! Ты чего прыгаешь? Ногу тренирую! А ты всё равно сто раз не прыгнул бы с поделом! А-а! Ой-ой-ой! Кофеварка! Три! Дим Димыч, привет! Собрался в школу? Ага! А ты? А я сегодня Мася помогаю! Ещё трое пациентов? Ну, когда же я это всё успею? Мне новое оборудование получать? И ещё занятия по обмену опытом проводить? Ох! Ну ладно! Что-нибудь придумаю! А-а! Доброе лучше! У кого доброе? А у кого сегодня дел выше крыши? Так, сегодня меня спасёт только чашка кофе! Ну вот! Не хватало ещё и опоздать! Кофеварка начала самоочистку! Нужно подождать! Ну давай уже! Ну! Ты будешь работать или нет? Бедная кофеварочка! Бедная мама Дим Димыча! Ну работай! Включайся же ты! Да что же за день такой сегодня? Мам, ну ты чего? Давай я попробую! Всё, не могу будешь! Надо помочь! Надеюсь, там ничего не сломалось! Отвлеки маму! Мы всё наладим! Мам, а если кофеварка прямо сейчас заработает, то твой день будет спасён? Угу! Раньше кофеварки только греяли воду и пропускали её сквозь молотые кофейные зёрна. Устройство нового поколения чаще называют кофемашинами. Они умеют намного больше, даже чистят сами себя от накипи. А ещё варят кофе нужной крепости, добавляют молоко и сахар, и главное, измельчают зёрна прямо перед заваркой. Нажмёшь кнопку, и свежий кофе готов! А запах... Главное – обращаться с кофеваркой по-доброму. Тогда она постоит и сама заработает. Не говори ерунду! Сначала перезагрузим. Симка, разомкни и замкни тот контакт. Угу! Ну вот! А я что говорил? Кофеварка не живая. Это просто железяка. Тогда почему ты её ударила? А вот если её погладить... Она заурчит! Слышишь? Ей нравится. Кофеварка, подмигни, когда будешь готова. Сигнал на дисплей. Угу. Видишь, она отвечает. И правда, как живая. Ну, кофеварка, вари. Не может быть! Это вещь! И маленький сюрприз. Только не выдай нас. Не понимаю. Как это? Просто правильное обращение с техникой. И вот результат. Волшебный вкус кофе первыми оценили арабы. Поэтому его самый известный вид называется арабика. Посельное дерево растёт в разных концах света. В горах, где тепло и влажно. Ягоды кофе плотно-плотно усеивают ветки. Правда, для приготовления напитка нужны не ягоды, а только их зёрна. Их обжаривают и измельчают. А потом добавляют горячей воды. Разные народы пьют кофе по-разному. Горячим или холодным. С сахаром, молоком, мороженым, корицей, имбирём. Даже с солью и перцем. Говорят, что кофе бодрит и помогает справиться с усталостью. Правда, пить его надо в меру. Дим Димыч, ты просто волшебник. Она поверила. Удивительно. Я не думала, что какая-то кофеварка так тонко всё чувствует. Бедная. Прости меня. Это ещё что? Когда с ней обращаются по-человечески, она даже, даже спеть может. Ах, мой милый Августин, Августин, Августин. Ха-ха, ха, а слышится же такое. Ты меня совсем заколдовал, Дим Димыч. Я пойду. Ха, Августин. Ах, мой милый Августин. Ты чего запела? Извини, увлеклась. Да, я тоже. А спой ещё раз песенку. Ах, мой милый Августин. Августин, Августин. Ах, мой милый Августин. Всё прошло, прошло. Ах, мой милый Августин. Августин, Августин. Ах, мой милый Августин. Всё прошло, прошло. Хе-хе. А кто такие фичики? Большой-большой секрет